Хей, всем привет! Я продолжаю дальше выходить на концовки, которых я вообще, честно говоря, ещё не знаю, в модификации «Бесконечная дорога в Припять». И в предыдущей серии я вышел на концовку, сейчас спойлерах скажу, так что если не хотите слушать, я предупредил. В общем, нам приснился бредовый сон, где Лена умерла, и в обнимку союз, ну то есть Ульянка с Химерой, ну в общем, мы подохли. По пути на Янов. И сейчас я вот думаю, проигнорируйте или пойти к столику, в общем, чтобы так разузнать, как пробраться там на Янов. Где гонять? Давайте, ладно, подойти к столику. Я неспешно подошёл к столику. Бандит выглядел молодо и оказался напуганным. А, это всё... А, ну всё, это я знаю. Блин, я не знаю, тебе выйду я на... Я ж, с одной стороны, я ж помог. Да? Блин, я не знаю, что выйдет, короче, сейчас посмотрим. Про бандитов я скажу, типа... Ой. У них тут ладно, окей. Ага. Мегафон здесь останется, да? Не так, а... Отлично, забирайтесь, у вас 15 минут. Так. А, ну, по-моему, да. Угу. Я думаю, ничего не изменится, правда. Хз, честно, хз. Выйдет что-то или нет? Я... Я не знаю, давайте ладно, короче, если что, я остановлю. Оно самоточнее остановится и посмотрим. А вот интересно, а если на этом моменте я отдам актефакт, помните, сон прохождение, но кто не видел, я вернулся на Янов и продал актефакт, а здесь я... Ээээм... Отдам. Давайте. Погодите, мужики. Сасса, Джек остановились, прикнулись ко мне... Привернули ко мне свои грустные лица. Скорбь не сочеталась со шляпой, которая уже украшала голову щенистого... Щетинистого бандюга... Бандюгана. Я, кажется, знаю, что вашим товарищам случилось. Я с ним рюкзак и извлек из него актефакт. Это было у него в комнате. Чувствуете? На голову давит. Джек подошел ко мне, тыпнул указательным пальцем в голубую сферу. Каляется. Сасс повторил эксперимент. Артефакт, правда, вызывал поколыщее ощущение в руке. Словно пускал в свою руку... Пускал в свою руку, пишу, говорю. Словно пускал сквозь руку электрические заряды. И правда, какое-то странное ощущение. Забирайте, но ваше поправо. Джек, где артефакт из моей ладони, положил в шляпу, которую уже снял его коллега по криминалам. То есть, артефакт из моей ладони, положил в шляпу, которую уже... Пожалуй, мне руку. Спасибо, пионер. Мы, например, очка нафту нам на опыт издадим. Мало ли что. О, а вдруг что будет? Не знаю. А вот это вот и интересно, и неожиданно. Вдруг еще и денег отвалят. Я сразу понял, какого парня имеют в виду эти ребята. Век помнить будем, дружище. Бонеты развернулись и пошел железнодорожным путем. Угу. Икьянова. Видимо, хорни старого друга уже передумали. Насколько смелым человеком надо быть, чтобы в обеих руках нести шляпу с артефактом посреди зоны. Так, ну это ладно. А, точно, схрон электроника. Актефакт. Не, и пить не надо. Я думаю. Сразу типа распасть. Не, я не знаю, что будет. Возможно, что-то да и выйдет. Но я реально надеюсь, потому что тут много вообще выборов. Песец, как много. Я не знаю, как выйти, блять, на концовку. Как? Как на концовку выйти с... С мегафона? Как? А тут, кстати, не говорится про Актефакт ничего. Это не тот, значит. Ну ладно. Это все мы видели, ладно. Так что, короче, дальше будем смотреть по ситуации, как будет разворачиваться вообще действие новеллы. Я тут не знаю, на самом деле... Ну ладно. Я не знаю, теперь в этом случае, что мне выбрать по правде. Не знаю. Пойти к долгу, к свободе. Давайте пойдем... Ух ты, как вообще. Концовка может одна и та же быть. Я думаю. Вот. Вот, 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 вот. Кстати, вот. Подождите, вот. Так. Не помешаю? Нет. Тихо, ведь его уныло и потянулось за флявой. Это на двоих. А это было же. Так это было! А, ну, может здесь что-то будет? Стоп. Так, не помешаю? Нет. Тихо, ведь его уныло и потянулось за флявой. Ну, на бэй... Подождите, а что я тогда потратил деньги? У меня патроны, по-моему. Так, не помешаю? Нет. Тихо, ведь его уныло и потянулось за флявой. Это на двоих. И она посмотрела на меня своим серьезным проницательным взглядом. А повод? Разве ж не слышал? Живой вернулся. Вот и повод. А кроме... Сколько Весенов узнает, чего уж тянуть. Припять должна идти завтра. Сказав это, дотянулся до рюмки. Но это уже было! Могу ли я пропустить это? Нет, нельзя. Ну, как бы... Блин. Припять должна идти завтра. Сказав это, дотянулся до рюмки за круглого края стола. Он внимательно следил за моими действиями. Я спокойно наполнил рюмку почти до самых краев и протянулся к беседнице. И что же там? Да кто что знает. Выпим? Блин, она бегунька кивнула. Мы выпили. Она мило смокшила носик и... Нахмутилась. Водка была забористая. Но при этом какая-то необычно приятная. Тебе... Тебе нужна помощь? Припяти? Неужели собралась со мной? Не знаю. Если помирать, то я сам справлюсь. Это уже было! Но вообще я сомневаюсь. А-а-а-а! Так этого не было здесь! Подождите. Если помирать, то я и сам справлюсь. Но вообще я уже сомневаюсь во всей этой эфире. Я стал подливать линию в стакан еще одну порцию. Вспомнил про сало. Достал свой устрашающий, здоровенный черный нож и принялся делить мат на аккуратный кусочек. Умнев старалась не подавать виду, но я знал, что она сверкнет мне взглядом. Ты не хочешь рисковать? Да не в этом дело. Риск делал благородное, но только когда ясна цель. А вот веру в нее я уже теряю. В чем проблема? В том, что проблем, собственно, и нет. Долг непрозрачно намекнул, что провернет все без меня. Хорошо, если заказчик выпадет мне после того, хотя бы половины оговоренной суммы. А, вот оно что. А-а-а-а-а! Так я, значит, выбрал правильный путь? Подождите-ка. Я остаюсь с Леной на Ядове или что? Это концовка такая будет? Так, хорошо, если заказчик выпадет мне после такого, хотя бы, половины оговоренной суммы. Угу. Но для этого нужно сначала выбраться из зоны. Он нахмурился. Ты веришь в долгу? Не особо, поэтому я не хочу больше с ними контактировать. Меня выкинули из моей же игры. И куда теперь? Куда? Я глубоко задумался. Центр зоны, конфликт, докупировка, опасность на каждом шагу. Я мог бы отдаться этому несущемуся потоку, слепо продолжавшую свою миссию, попытаться выжить в таких условиях. Но хочу ли я этого? Как бы высоки не были ставки, чтобы не стояло на кону для меня и всего человечества, спрашиваю ли я с этой ношей? Не пора ли принять окончательное решение внеотносимо того, что лично я хочу сделать? Может ли кто-то на этой проклятой станции поменять мои чувства? Извини, мне пора. Я хапнул стопку. Откнула ей по столу, чтобы что она вздрогнула. Уши, не стесняйся. Я вышел за столой и направился в подвал, в устроенной для ночлега сталкеров. Так, ну а... Так, подождите, а вот это, если честно, уже интересно. Так что, у меня концовка сленой будет? Сленка была там, сидела на матрасе, противоженной от лестницы стены. Что такое, пионер? Выглядишь своеобразно. Нехорошие мысли накопили. Понимаю, случается. Унул наверху? Да. Собралась, наверное, с тобой в Припять? Так ты уже в курсе за утрачные операции? Ага. Я подошел ближе. Сленка встала, посмотрела на меня неуверенно. Какие у тебя планы на утро? О чем ты? Давай сбежим. Девушка помрачнела. Ты серьезно? Куда? На Скадовск. Топотная проводница... Блядь! Я хотел выйти на Гутлена, а тут вышел к славе. Что? В смысле? Почему? Топотная проводница, эти земли, знаешь, намного лучше этих. Там-то нужнее. Чтобы комсомолка не говорила, они обязательно нападут на свободу, и ты окажешься между этих огней. Сейчас ты им ничего не обязан, и времени искать тебя для всех разговоров у них уже не будет. Так предлагаешь вернуться все как было? Ну я же в подвал едва проникала музыка и сбора его звуса сталкеров. Должно быть, долг уже завела в завтрашнем походе. Тебе собирается использовать, но лучше шанса на тактическое отступление уже не будет. Подумай об этом. А ты просто сбросишься? Ты же ради этого прилетел в зону и чуть не погиб. Я, скажем так, решил задержаться. Тебе не понадобится, нападник? Работаю за еду. Я бы решил, что ты пьян, пионер. Но не решила. Пока нет. То есть, мы договорились? Словянка кивнула, а затем посмотрела у меня в глаза. Печальный взгляд, полная надежды. Спасибо. Опа. В зоне все по-прежнему. Сроки к сражению стало ближе к сердцу. Словянка, я работаю мне, покладая рук. Хотя бандиты на Скоростке стали заметно нагрея с пропажей Меги. Если она не вернется, то мы будем... Так, стоп. Что? Еще раз? В зоне все по-прежнему. Угу. Сталки к сражению стало ближе к сердцу. Словянка, я работаю мне, покладая рук. Хотя бандиты на Скоростке стали заметно нагрея с пропажей Меги. Если она не вернется, то мы будем и дальше терпеть манию величия союз. Какая-то концовка с вами выходит, что? Да ладно. Нет, стоп, подождите. Сталки к сражению, и с того ближе к сердцу. Словянка, я работаю мне, покладая рук, хотя бы. Угу. Ну ладно. Я на рот, думаю, и вышел. Лес и не собирался заканчиваться. Похоже, это все же какая-то аномалия. Да, я уже бывал в чем-то подобном. Замыкнулась очень неприятная букашка и очень большая. Думаешь, мы вообще еще в зоне? Скорее всего. Я несколько раз слышал о таких аномалиях. Удивительно, что ли вообще умудряются выходить оттуда живыми. Ошибка выжившего. Мы же не знаем, сколько человек там остались. Не нагоняйте, пожалуйста. Мы со Словянкой бродили уже несколько часов. Коммуникаторы не ловили сигнал, так что о геолокации можно было забыть. А это что? Там впереди. Ключопололка. Да что ты. Мы подошли к ограждению. По обе стороны. Густой лес, больше напломеряющий из джунглей. Болотистая почва, в которой так и норовят увязанные сапоги. Сама колючка успела обрасти сорняками ее паутины. Какой-то полигон. Внутри аномалии? Получается, что так. Я срезал проволоку мультитулом, который на днях снял стопа бандита. Бедолагу явно растерзал кабан-мутант. Чем хороши монстры зоны, им не нужны ни пушки, ни деньги. Словянка не очень одобрял мародерство, но ситуация тогда была довольно сложная. Так это выходит, они идут конкретно из Янова, что ли? С Янова? Охренеть, шел на гуд у Лены. Пришел на гуд. Славе. Удивлен. Кстати, комментарий в 7-м там и был такой. Словянка не очень одобрял мародерство, но ситуация тогда была довольно сложная. Каждая копейка на счету. Иногда приходится идти на сделки совести. Тем более, что ПДА погибшего в итоге получилось отдать... А, да, понятно. То есть, мы тут живем, уходит еще. Тем более, что ПДА погибшего в зоне... Эй, идти там. Тем более, что ПДА погибшего в итоге получилось отдать в союз для почтения памяти бедолаги. На то, что мы были в каком-то совершенно ином месте и указывали закатные лучи солнца. Сквозь пышные кроны деревьев небо почти не было видно, но это действительно был солнечный свет, не обеззараженный серостью тучи сонны. Лучи отразились от некого большого объектива впереди. Там что, какой-то танк? Подойдем поближе, узнаем. Здесь все равно... Здесь все равно все давно заброшено. Никаких следов уже давно нет. Ну и что тут? Опа, ебтить-клатить. Мы осторожно шли к огромному в полтора человеческих росты... Ой, что? Мы осторожно шли к огромному в полтора человеческих росты, нечто напоминающему робота. Ух ты. При всей... При всей своей громадности он, очевидно, на самом деле, был... Был еще больше. Ноги его полностью ушли в мягкий грунт. Краска облезла с баронированного корпуса. Металл поржавел на обоих конечностях, кто... На стволах гигантского пулемета во всего разросся мох. Оно и видно. Это какая-то советская разработка? Ты видел в зоне что-то подобное? Никогда. Но я не был в лабораториях, которые любят исследовать сорвиголовы, точнее. Хотя таких махинах даже сухов не встречала. Заведим на эту машинку, никакая группировка была бы не страшна. А вдруг вы сейчас это сделаете? Сейчас Titanfall будет в бесконечном лете. Сынка обошла робота по правой стороне. Кто-то уже пытался. Я подошел к ней. На спину машины облокотился старый сморщенный труп. Над его головой и ножом были вырезаны черточки... Над его головой и ножом были вырезаны черточки, прожитых в аномалии дней. Пошли отсюда. Не нравится мне это. А, да? Ну, окей. Я концовку с лавой теперь получил. Вот так вот, ребята. Я не знаю, по отдельности выпускать видео или нет. В общем, ладно, я постараюсь в этом видео... Как бы... Хотя, не знаю. Хотя, нет, я закончу на этом видео. Давайте я много сделаю в видео, но при этом каждая отдельная концовка будет. Если она очень короткая, то да, я согласен. Я попробую тогда... Ну... Если, в общем, маленькая будет концовка, такая, знаете, быстрая, и хронометраж видео будет маленький для одной концовки, то тогда я выпущу все в одном видео. А пока что тут 20 минут у меня на данный момент на записи, то ладно. Значит, мы и нашли робота. И выходит... Мы зашли на какой-то полигон, и нашли робота, и на этом все. Просто такое ощущение, как будто разработчики... Хотя нет, мне кажется, это специально сделали, чтобы такая была концовка конкретно для славы. То есть, мы остались в зоне, мы с ней не улетели. И выходит, что... Ну да, я думаю, нет концовки, наверное, где мы бы улетели со славей. Ну, я что-то в это не верю, потому что она с нами и не шла. С нами шла Лена, и... Я не знаю, как концовку мега получить, но... Попробуем. Ладно, окей. Ну, думаю, на этом закончить, как бы, серию. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С вами был Никесу Морокета. Всем удачи, всем пока. Извиняюсь, что видео такое короткое вышло. Ну, дальше поглядим, какие будут концовки. Все же интересно. Все, давай, удачи тебе. Субтитры сделал DimaTorzok